Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире первый выпуск телевизионного епархиального обозрения в наступившем 2018 году. Это совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз», который в эти дни выходит в светлый праздник Рождества Христова. 2017 год стал годом новых совершений и достижений в жизни Одесской епархии Украинской Православной Церкви. Наш творческий коллектив подготовил видеосюжет «Летопись» наиболее значимых событий, которые мы с вами вместе и пережили. Здесь и торжественные богослужения, крестные ходы, важные события из жизни православия в Украине, а также огромная социально-гуманитарная деятельность Церкви, которую проводили все верующие наши епархии во главе с митрополитом Агафангелом. Одесская епархия Украинской Православной Церкви является на сегодняшний день одной из самых обширных и духовно богатых митрополий в Украине. Она объединяет православных христиан, проживающих в городе Одессе и 12 южных районах Одесской области. Отметим, что уже более 25 лет, с 20 июня 1992 года управляющим Одесской епархией является Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. Под началом владыки на сегодняшний день в епархии действуют 6 мужских и 4 женских монастыря, 369 храмов, в которых совершают свое служение 452 священника и 46 деканов, и тысячи тысяч православных верующих изо дня в день свидетельствуют миру могущество Святой, Единой, Соборной и Апостольской Церкви. В управлении обширной Одесской епархией митрополиту помогают 4 векария. Преосвященный Аркадий, епископ Авидиопольский, Преосвященный Деодор, епископ Южненский, Преосвященный Виктор, епископ Арцийский и Преосвященный Сергий, епископ Болградский. Подготовку священнослужителей осуществляет Одесская духовная семинария. В общей сложности образования в Одесской духовной школе получают 319 воспитанников, из них 163 на стационаре. При семинарии действует регенское иконописное и золотошвейное отделения, в которых в совокупности получает образование 81 воспитанница. В данном сюжете мы подготовили для вас историческую летопись наиболее значимых событий из жизни Одесской епархии за уходящий 2017 год. Традиционная встреча рождественских праздников сплотила одесситов по домофорам митрополита, и родившийся Христос прославлялся молодыми людьми в рождественских трамвайчиках. 7 января владыка посетил Одесскую детскую городскую больницу номер 3, а также Одесскую областную детскую клиническую больницу, чтобы принести маленьким пациентам радостную весть о родившемся спасителе мира. И 9 января Рождественскую детскую радость увенчала празднование в Одесском русском драматическом театре, где состоялось традиционное ежегодное праздничное представление для детей из воскресных школ Одессы – Рождественская елка. А крещение православные одесситы также встретили водосвятыми молебнами у моря. В ночь с 18 на 19 января преосвященнейший Деодор, епископ Южненский, викарий Одесской епархии, на пляже «Золотой берег» совершил чин великого освящения воды. 1 февраля в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Водянова состоялись торжества по случаю 50-летия известной Одесской строительной компании «Стикон», в которых участие принял и митрополит. Но особенно этот год для Одесской епархии начался благословением Афонской горы, когда усердием владыки митрополита Гафангела были доставлены мощи великомученика Пантелеимона. Тысячи людей собирались поклониться целебным мощам святого великомученика. Это молитвенно соединило страждущий от междоусобиц и нестроений народ. А тем, кто в связи с тяжелой болезнью не смог прийти в кафедральный собор, епархия организовала выезд мощей в Одесский областной онкологический диспансер, Одесскую областную детскую больницу и в военный госпиталь. Во все время, когда к целебным мощам приходили десятки тысяч людей, представители православных молодежных объединений города несли дежурство возле Спаса Преображенского Одесского кафедрального собора. Всего же за четыре дня пребывания Афонской святыни в Одессе целебным мощам поклонилось более ста тысяч человек. С 7 по 10 февраля по благословению владыки векарные епископы Виктор и Сергий посетили Святую гору Афон. Во время посещения Ватопецкого монастыря были освящены две иконы Божьей Матери от Рада и Утешения, которые написаны на Афоне для Свято-Успенского Одесского мужского монастыря и Свято-Покровского скита в селе Мариновка. 9 февраля в день памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, преосвященные владыки совершили божественную литургию в келье Святого Модеста, патриарха Иерусалимского. За время посещения удела Пресвятой Богородицы паломническая группа усердно молилась о мире и умножении любви в Украине. 14 февраля в Свято-Успенском монастыре состоялась встреча иконы Божьей Матери от Рады и Утешения, которая была написана на Афоне греческими монахами и освящена на оригинале чудотворного образа в монастыре Ватопед. В праздник Сретения молодежь Одесской епархии собралась в актовом зале Андреевского подворья, где организовали праздничный концерт, приуроченный ко Дню Православной Молодежи. Накануне Великого Поста владыка-метрополит вновь обратился к обществу с призывом помочь бедным слоям населения. В 2017 году социальное служение нашей Церкви набрало новые масштабные обороты. В то же время архиерей продолжал также активно посещать самые отдаленные уголки обширной епархии и лично контролировать строительные работы в скиту Успенского монастыря, который находится в селе Мариновка на берегу Хаджабиевского лимана. В марте Одесскую епархию посетила из Киева делегация соцработников Украинской Православной Церкви во главе с руководителем синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам протеереем Владиславом Дихановым. Он высоко оценил результаты трех лет успешного служения епархиального отдела по социальному служению и благотворительности и отметил, что на сегодняшний день Одесская епархия, ведущая в Украине, показывающая пример благотворительной деятельности и церковным учреждениям, и государственным. 20 марта высокопреосвященнейший Агафангел принял в Успенском монастыре генерального консула Румынии в Одессе господина Эмиля Рапча по его просьбе и настоятеля храма святых богаотец Иакима Иоанны города Бухарест, протеерея Чиприана Тудор. А на следующий день в монастыре с дружеским визитом прибыл первый заместитель департамента МИД Греции по странам СНГ господин Антониос Хазироглу, который с 2010 по 2016 годы был генеральным консулом Греции в Одессе. В конце марта митрополит посетил свой второй кафедральный город Измаил, где главной целью святителя стало совершение традиционного праздничного крестного хода в день Федоровской иконы Богородицы и Свято-Покровского собора к поклонному кресту, что находится на территории Свято-Николаевского Измаильского мужского монастыря. По пути следования крестного хода владыка митрополит совершила священие памятного креста на месте разрушенного Свято-Николаевского храма города Измаила. 8 апреля в Одесской епархии состоялось одно из самых значимых событий всей истории митрополии. В Свято-Покровском скиту села Мариновка состоялась презентация проекта первого в Украине православного центра хосписной и палеотивной медицины Покров. На презентации присутствовали первые лица области. Эта инициатива церкви нашла огромный отклик в сердцах простых людей, так как проблема онкологии в Украине набирает все большие обороты, и тысячи, сотни тысяч страдают этим недугом, и задача церкви – облегчить эти страдания. Перед Пасхой Владыка посетил епархиальный координационный центр по оказанию гуманитарной помощи, где поздравил с наступающим праздником Христового Воскресения более 250 семей вынужденных переселенцев из восточных областей Украины, ветеранов и нуждающихся одесситов, оказав им гуманитарную помощь. 16 апреля праздников праздник и торжество из торжеств – Пасху отмечал весь православный мир. Архипастер Одесской земли совершил пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, а днем состоялся праздничный фестиваль в Горсаду. В светлый вторник по приглашению Свято-Иверского мужского монастыря к престольному празднику обители Одессу посетили воспитанники Кисляцкого учебно-воспитательного комплекса Винницкой области для слабослышащих детей. Для них епархия сделала настоящий детский праздник. За организацию программы пребывания гостей в городе и личное сопровождение отвечал молодежный актив при социальном отделе Одесской епархии. А в светлую пятницу, когда чествуется икона Божией Матери Живоносный Источник, в Успенском монастыре состоялась традиционная праздничная литургия и крестный ход. Отдельного внимания заслуживает деятельность социального отдела епархии. За отчетный период с 5 декабря 2016 года по 7 декабря 2017 года Координационным центром Одесской епархии по сбору и оказанию гуманитарной и социальной помощи собрано денежных средств на сумму 1,196,034 грн. и около 130 тонн продуктов. Более 500 семей вынужденных переселенцев с востока Украины и 1455 нуждающихся многодетных семей одесситов получили продуктовые наборы, состоящие из нескольких видов круп, макарон, сахара, подсолнечного масла, консервации, тушенки, овощей. В том числе 614 человек получили материальную помощь на сумму 388,495 грн. Медицинской техники, лекарств, памперсов, средств гигиены, канцелярских принадлежностей на сумму 354,281 грн. Было роздано более 50 тонн продуктов питания на сумму 1,650,000 грн. Множество общественных организаций от православных одесситов в лице Одесской епархии получили более 30 тонн продуктов закруток, детского питания, вещей, средств гигиены, памперсов, канцелярских товаров. Также по благословению митрополита оказана материальная помощь в сумме 50,000 грн. А в целом отделам по социальному служению и благотворительности Одесской епархии за отчетный период было оказано материальной помощи, продовольствия и товаров первой необходимой помощи на общую сумму 5,604,213 грн. Из них Координационным центром Одесской епархии по сбору и оказанию гуманитарной и социальной помощи 3,482,729 грн. Все эти средства, продукты питания и вся огромная гуманитарная помощь нуждающимся – это плод работы всего духовенства Одесской епархии во главе с митрополитом Агафангелом. 2 мая, в день траурных событий 2014 года, митрополит Агафангел совершил заупокойное богослужение в Свято-Успенском монастыре, а духовенство совершило заупокойное богослужение по погибшим одесситам на месте гибели первых жертв майской трагедии на улице Преображенской. Также возложили цветы в память об этом событии. В мае владыка все так же активно продолжал посещать приходы и монастыри обширной Одесской епархии, где по местам решал насущные проблемы, общался лицом к лицу с многочисленным народом, совершал божественные лютургии, освящал храмы, новые колокола. Так, во время архипастерского визита в город Белгород-Днестровский митрополит посетил пострадавший от ужасного пожара храм в честь святителя Николая села Шаба, где митрополит также внес свою лепту на восстановление пострадавшей святыни. Также особая миссия церкви была направлена к заключенным. 6 мая представители Одесской епархии посетили Южное территориальное управление Национальной гвардии Украины, а также 14-ю колонию строгого режима. Накануне Дня Победы епархия поздравила участников боевых действий и ветеранов Великой Отечественной войны. В неформальной обстановке 25 участников боевых действий встретились между собой, чтобы поговорить о насущном, вспомнить о той суровой поре, когда на нашу родину напали фашисты и весь народ встал на защиту Отечества. И в сам день Великого Отечественного праздника правящий архиерей Одесской епархии вместе с руководителями города и области, народными депутатами Украины, почетными гражданами Одессы, представителями партий и общественных организаций, а также вместе с тысячами одесситов принял участие в возложении цветов к памятнику неизвестному матросу на Аллее Славы в парке Шевченко. В середине мая прихожане епархии выступили категорически против дискриминационных законопроектов номер 45, 11 и номер 41, 28, которыми враги Святой Церкви в духе былого богоборческого тоталитаризма стремились лишить каноническую Украинскую Православную Церковь, признанную мировым православием, конституционных прав и свобод. Было собрано более 52 тысяч подписей жителей нашего региона против упомянутых законопроектов. И 18 мая сотни верующих Одесской епархии прибыли на молитвенное стояние под Верховную Раду Украины, тем самым протестуя против принятия антицерковных законов. В связи с нападками на православие, ограблениями храмов, а также попытками религиозной дискриминации, духовенством Одесской епархии проводились неоднократные встречи с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. 20 мая был освящен Свято-Тройский храм села Лиманское Ренийского района. 24 мая митрополит встретился в Успенском монастыре с государственным секретарем Румынии по защите окружающей среды Ионом Кемпиану и его ближайшими помощниками вместе с консулом. Владыка высоко оценил плодотворную деятельность генерального консула Румынии в Одессе Эмиля Рабча в развитии сотрудничества между Одесской митрополией и Генеральным консульством Румынии. Также обсудили государственно-церковные вопросы взаимоотношений Украины и Румынии. После встречи гости из Румынии ознакомились с историей Свято-Успенского монастыря и помолились перед святынями обители. В конце мая митрополит Агафангел принял участие в общецерковных празднованиях 25-летия Харьковского собора. Также православная Одесса особо отметила память праведного Ионы Одесского, а в Одесской духовной семинарии Владыка возглавил торжества по случаю выпуска студентов. 1 июня епархиальный отдел по делам семьи провел акцию в защиту детей. Волонтеры отдела вместе с его председателем-протереем Андреем Хоробчуком собрались на Соборной площади, чтобы в очередной раз обратиться к одесситам с проповедью о ценности человеческой жизни с самого момента ее начала. В середине июня митрополит посетил южные районы нашей области, так называемую Украинскую Венецию, где 10 июня совершил освящение Свято-Тройского храма города Вилково. В праздник святого Иоанна Сачавского в Белгород-Днестровске состоялся традиционный крестный ход к Святому Источнику. В селе Казацкое Белгород-Днестровского района 17 июня был освящен храм в честь Святого Архистратига Михаила, а 20 июня исполнилось 25 лет служения на Одесской кафедре митрополита Агафангела. 2 июля мы встречали чудотворную Зимнинскую икону Богородицы, которая прибыла в Свято-Успенский кафедральный собор. 5 июля из Стамбула в Украину вернулась группа паломников, которые посетили христианские святыни древнего города на Босфоре и встретились с константинопольским патриархом Варфоломеем в его резиденции на Фонаре. 9 июля в Одессе состоялся праздник Дня Семьи, Любви и Верности, приуроченной памяти покровителей семьи святых благоверных князей Петра и Февронии. Праздник начался с молебного пения перед ковчегом с мощами святых благоверных князей Петра и Февронии в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе. Затем праздничные мероприятия продолжились в городском саду, где для одесситов прошел фестиваль «Ромашка». В праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла и в День памяти чудотворной Касперовской иконы Богородицы в Одессе по главным улицам города тысячи людей во главе с архипастырем прошли крестным ходом от одного кафедрального собора к другому. Песня «Ромашка» А в День памяти святого равноапостольного крестителя Руси князя Владимира по главным улицам Киева прошли сотни тысяч верующих Украинской Православной Церкви. И во все время не прекращалась работа по благоустройству скита в селе Мариновка и на его территории хосписа. И одной из главных задач митрополита всегда была и остается – совершение божественных литургий в различных храмах и монастырях епархии. Везде владыка посещал приходы в дни престольных праздников. С 16 по 20 июля епископ Арциский Виктор посетил святую гору Афон, где во время посещения монастыря Дахиар была освящена икона Божьей Матери Скоропослушница, которая написана для Успенского монастыря. 25 июля икону встречали уже в Одессе. 18 августа в Успенском монастыре инвалиды-колясочники встретились с митрополитом Агафангелом и помолились о мире в Украине. К празднику Успения Богородицы митрополит раздал подарки и гуманитарную помощь многодетным семьям, которых он встретил в Успенском монастыре. С 4 по 11 сентября по приглашению высокопреосвященнейшего митрополита Илариона, первой иерархи Русской Православной Церкви за границей, епископ Арцистский Виктор совершил паломническую поездку в Северную Америку, где молился в храмах и обителях о мире в Украине. В день памяти святителя Иосафа Белгородского митрополит Агафангел сослужил предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Ануфрию в Свято-Вознесенском храме Елисаветинского мужского монастыря города Кропивницкий. В конце сентября митрополит Агафангел прибыл в Свято-Успенскую Святогорскую Лавру для участия в торжествах по случаю празднования 25-летия возрождения монашеской жизни. Там владыка возглавил торжественное богослужение и передал мощи наших местночтимых святых и святую икону Богородицы. Через некоторое время епископат в нашей Церкви встретился в Одесской епархии для участия в богослужении, посвященном преподобному Кукше. 3 ноября усердия митрополита Агафангела были доставлены новые колокола и установлены на звоннице Свято-Успенского собора. Самый большой из них весит 4,5 тонны. А в середине ноября владыка-метрополит посетил свою бывшую епархию Винницу, где был правящим архиереем более 17 лет и в годы атеистической власти сделал огромный вклад в развитие православия на земле Подолии. 16 ноября высокопреосвященнейший Агафангел в день своей архиерейской хератонии вновь посетил строящийся Свято-Покровский скит Свято-Успенского монастыря в селе Мариновка, где проконтролировал ход строительных работ. Приход слабослышащих при храме в честь иконы Богородицы с поручниц и грешных в этом году отметил свое четырехлетие. 25 октября вечером в румынский город Тыргу Окна прибыла делегация Одесской епархии, возглавляемая благочинным храмов Белгороднестровского округа протеереем Рустиком Выходцевым. В дар городу митрополит Агафангел передал частицу мощей святой великомученице Варвары для единственного в Европе канонического православного храма в честь этой святой, который находится на глубине 240 метров в соленой шахте. В конце октября митрополит Агафангел прибыл на праздничные богослужения в Свято-Пороскевинский Хынковский монастырь Республики Молдова. А 1 декабря после традиционного пения Акафиста по крову Богородицы в пятницу митрополит Агафангел принял участие в торжествах по случаю 20-летия Национального университета Одесская юридическая академия. В середине декабря епархия помогла военному госпиталю. 12 декабря у святых врат Скита благочинный Одесской епархии встречал руководителя правления Украинской лиги содействия развитию палеотивной и хосписной помощи доктора медицинских наук, заведующего кафедрой управления современного здоровья Национальной академии государственного управления при президенте Украины Василия Князевича. Он отметил успех епархии в этом благом деле, и на сегодняшний день это основной социальный проект Одесской епархии. И для того, чтобы успешно завершить хоспис европейского образца, мы все должны объединиться, ведь от такой страшной болезни, как рак, никто не застрахован. Это болезнь и богатых, и нищих, и Церковь будет прилагать все усилия по созданию хосписа Покров на берегу Хаджибейского лимана в Свято-Покровском скиту. А в праздник святого апостола Андрея Первозванного митрополит сослужения епископата Украинской Православной Церкви возглавил Божественную Литургию в Испенском монастыре, а также совершил постриг в очтецов выпускного курса Одесской Духовной Семинарии и возглавил торжества по случаю актового дня Одесской Духовной Школы. К празднику святого Николая Чудотворца Одесская епархия провела ряд благотворительных акций. Сотрудники социального отдела и студенты семинарии посетили Одесский средственный изолятор. И в сам день праздника святителя Николая Чудотворца социальный отдел Одесской епархии посетил многодетные семьи и женскую исправительную колонию. Также по благословению митрополита молодежный отдел провел благотворительную акцию «Поделись своей добротой». В течение двух недель проводился сбор подарков, которые в день святого Николая нашли своих адресатов. Не лишились внимания и ветераны нашей страны. Викарные архиереи также по благословению митрополита Гафангела совершали богослужения на приходах своих викариатств, встречались с представителями власти и общественности, тем самым помогая митрополиту Гафангелу в управлении обширной Одесской епархией. И во все время до нынешней минуты не прекращалась та деятельная помощь обездоленным, которая собирается со всех приходов нашей епархии. И это только видимая часть служения Одесской епархии во славу Божию и ради процветания православия на наших землях. Собирая воедино летопись Одесской епархии за уходящий 2017 год, можно смело сказать, что духовенство и верующие во главе со своим правящим архиереем весь этот год выполняли свои послушания с христианским смирением и усердием. И в нынешнее тяжелое время, когда враги ополчились на каноническое православие, когда огромное количество клеветы и неправды выливается на церковь, корабль Христов бесстрашно идет по бушующим волнам человеческого бытия. Многое остается за кадром. И нам не переоценить труды православных одесситов во главе с митрополитом Гафангелом по укреплению христианских идеалов и духовности не только в нашем городе, но и в целом в Украине. В наступившем 2018 году Одесская епархия с помощью Божией продолжит свое служение на благо православия в Одесской земле. На этом сегодняшний выпуск телевизионного и пархиального обозрения подошел к концу. Мы признательны благотворительной организацией фонд Бумбараса за поддержку нашего проекта. Следующая программа ТЭО выйдет в эфир через неделю. С новостями в жизни Одесской епархии вы также можете знакомиться на нашем сайте епархия.од.юэй. Еще раз от всей души поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с великим праздником Рождества по плоти, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Всего вам самого доброго и помощи вам Божией.